Джек Лондон. Дети Мороза. Рассказы. В дебрях севера. Утомительный путь по чахлой тундре и за последними зарослями кустарника в самом сердце Баренса путник найдет обширные леса и ласково смеющуюся природу. Но мир только теперь начинает знакомиться с севером. Из отдельных смельчаков, время от времени забиравшихся в эти края, ни один не вернулся назад и не мог поведать миру обо всем, что он видел. Что ж, Баренс — это Баренс, бесплодная арктическая пустыня, мрачная, холодная родина мускусного быка и тощего полярного волка. Итак, Эвери ван Брандт увидел перед собой унылое безлесное пространство, едва одетое лишаями и мхом. Пробираясь к северу, он достиг областей, никем не обозначенных на карте, и очутился среди несказанно богатых хвойных лесов, населенных неведомыми племенами эскимосов. Ван Брандт намеревался проникнуть в эти неисследованные области. К этому его влекло честолюбие. Заполнить пустые места на карте условными обозначениями горных цепей, водных бассейнов и извилистыми линиями рек. Он с восторгом представлял себе эти неведомые леса и селения туземцев. Эвери ван Брандт, или, определяя полностью его общественное положение, профессор геологического института Э. ван Брандт, был помощником начальника экспедиции и с группой участников этой экспедиции прошел миль пятьсот вверх по притоку Теллана. Теперь он вел свой отряд в одной из необследованных туземных поселений. За ним тащилось восемь человек. Двое из них были из Канады, французы по происхождению, а остальные, стройные крисы, из Манитобы. Он один был чистокровным англосаксом, и его горячая кровь бурлила, призывая следовать традициям расы. Клайв и Гастингс, Дрейк и Реллой, Генгест и Горса витали в его памяти, как бы сопровождая его, и он торжествовал при мысли, что первым из людей своей расы он ходит в это далекое северное селение. Спутники заметили, что усталость его прошла, и он бессознательно ускорил шаг. Все население деревни высыпало ему навстречу. Впереди шли мужчины, угрожающие, сжимая в руках луки и копья. За ними робко жались женщины и дети. Ван Брандт поднял правую руку, понятный всем народам, знак мира. Жители селения ответили ему тем же. Но вдруг к его досаде от толпы отделился одетый в звериные шкуры человек и, протянув ему руку, сказал «Алло». Человек этот зарос бородой. Щеки и лоб его были покрыты бронзовым загаром. Но Ван Брандт сразу узнал в нем соблеменника. «Кто вы?» — спросил он, пожимая протянутую ему руку. «Андре?» — «Кто это Андре?» — спросил, в свою очередь, незнакомец. Ван Брандт пристально посмотрел на него. «Черт побери! Вы должны быть здесь давно». «Пять лет», — отвечал тот, и в глазах его блеснул гордый огонек. «Но что мы стоим? Пойдемте, потолкуем». «Пусть идут за мной», — отвечал он на взгляд, брошенный Ван Брандтом на свой отряд. «Старик-тантлач, позаботиться о них. Идемте». Он повернулся и зашагал. Ван Брандт следовал за ним. Шли они по селению. Обтянутые оленьими шкурами жилища располагались в причудливом беспорядке в зависимости от неровностей почвы. Ван Брандт оглядел опытным взглядом селения и сделал подсчет. «Двести человек, не считая детей», — заметил он. «Около этого», — кивнул спутник. «А вот и мое жилище. Я поставил его в стороне. Это гораздо удобнее. Садитесь. Когда ваши люди приготовят еду, я с вами поем». «Я забыл вкус чая. Пять лет его не видел». «А табак у вас есть?» «Благодарю». «И трубка?» «Чудесно! Теперь ищу спичку и посмотрим, потеряло ли курение свою прелесть». Он старательно зажег спичку и оберегал пламя, словно оно было единственным на свете. Затем втянул в себя дым. Задержав его на несколько мгновений, он, наслаждаясь, медленно выпустил его. Затем откинулся назад. Лицо его смягчилось, и глаза слегка затуманились. Он глубоко вздохнул, ощущая безмерное блаженство, и быстро сказал. «Замечательно! Прекрасная штука!» Ван Брандт сочувственно кивнул. «Пять лет, вы говорите?» «Да, пять лет». Он снова вздохнул. «Вам, полагаю, хотелось бы узнать, как это я попал сюда, что со мною было и всё такое. Мне почти нечего рассказать. Я отправился из Эдмонта за мускусными быками и, как Пайк с остальными ребятами, потерпел неудачу, потерял спутников и все припасы. Приходилось голодать, бывало очень скверно. Это уж как полагается. Я ведь один остался из сей партии, пока я ползком не добрался сюда, к Тантлачу». «Пять лет», — задумчиво бормотал Ван Брандт, словно стараясь что-то припомнить. «В феврале было пять лет. Я перешёл к Грецлэв очень рано, в мае. Значит, вы Ферфакс?» — прервал его Ван Брандт. Собеседник кивнул. «Погодите. Джон, кажется. Верно, Джон Ферфакс». «Как вы это узнали?» — лениво спросил Ферфакс, пуская дым кольцами. «Газеты были полны этим, когда Приванш... Приванш!» — внезапно привскочил Ферфакс. «Мы потеряли его в горах». Но он выбрался оттуда и спасся. Ферфакс снова откинулся и продолжал пускать кольца дыма. «Рад слышать», — задумчиво сказал он. «Приванш был молодцом и никогда не думал об опасности». «Вы говорите, он спасся». «Что ж, я очень рад». «Пять лет». Эта мысль сверлила мозг Ван Брандта, и невольно перед ним возник образ Эмилии Саутвейс. «Пять лет». Стая каких-то диких птиц пролетела низко над землёй, но, заметив человеческое жильё, повернула на север и исчезла в лучах тлеющего солнца. Ван Брандт хотел проследить их полёт, но солнце слепило ему глаза. Он посмотрел на часы. Было около часа ночи. Облака на севере пылали, и кровавокрасные лучи озаряли мрачные леса зловещим светом. Воздух был тих и неподвижен, и самые слабые звуки доносились с ясностью призывного сигнала. Крисы и путешественники-канадцы поддались чарам этой тишины и переговаривались между собой, понизив голос до шёпота, а повар бессознательно старался не шуметь котелком и сковородкой. Где-то плакал ребёнок, и из глубины леса, подобно серебряной нити, тянулось заунывное женское причитание. Ван Брандт вздрогнул и зябко потёр руки. «И они считали меня погибшим?» — медленно спросил его собеседник. «Что ж, вы не возвращались, и ваши друзья скоро забыли». Ферфакс вызывающе рассмеялся. «Почему вы не выбрались отсюда? Отчасти по нежеланию, отчасти по независимым от меня обстоятельствам. Видите ли, Тантлач, когда я с ним познакомился, лежал здесь со сломанной ногой, сложный перелом кости. И я принялся за него и привёл его в надлежащий вид. Я здорово ослабел, и должен был хорошенько отдохнуть. Я был первым белым человеком в их краях. Понятно, что я показался им очень мудрым. Я научил их разнообразным вещам. Между прочим, обучил их и военной практике. Они покорили четыре соседних селения и стали господами этой страны. Естественно, они дорожили мной настолько, что, когда я отдохнул и хотел двинуться в обратный путь, они и слышать не хотели о моём уходе. Они были очень гостеприимны и приставили ко мне стражу, следившую за мной днём и ночью. Затем Тантлач просил меня остаться, обещая щедрое вознаграждение. А так как мне в сущности безразлично было, где жить, я и решил остаться у них. — Я встречался с вашим братом в Фрейбурге. Моё имя — Ван Брандт. Ферфакс подался вперёд и пожал ему руку. — Вы были другом Билли? Бедняга Билли. Он часто говорил мне о вас. — Странное место встречи, не правда ли? — прибавил он, оглядывая окружающую обстановку и прислушиваясь к заунывному причитанию женщины. — Её мужа загрыз медведь. Она теперь горюет. Животная жизнь поморщился с отвращением Ван Брандт. — После пяти лет такой жизни цивилизация покажется вам, верно, очень привлекательной. Что вы на это скажете, а? На лице Ферфакса выразилось полнейшее безразличие. — Право. Ничего не могу вам сказать. В сущности, они очень порядочные люди и живут по своему разумению. К тому же они поразительны и искренни. Ничего сложного. Простое чувство не дробится здесь на тысячу утонченных переживаний. Любовь, страх, ненависть, злоба и счастье — всё здесь выражается просто и откровенно. Может быть, это и животная жизнь, но живётся здесь легко. Кокетство и ухаживание здесь не знают. Если вы понравились женщине, она вам это попросту скажет. Если она вас возненавидит, не постесняется об этом вам сообщить. Если вам хочется, вы можете её побить. Но всё дело в том, что она ясно себе представляет, чего вы от неё хотите. А вы знаете, чего она хочет от вас. Ни ошибок, ни взаимных недоразумений. Это имеет свою прелесть после лихорадки цивилизации. Понимаете? — Нет, жизнь здесь очень приятна, — прибавил он, помолчав. — Мне лучше и не надо, и я здесь останусь. Ван Бранд задумчиво опустил голову, и по губам его пробежала едва заметная улыбка. Ни кокетства, ни ухаживаний, ни взаимных недоразумений. Видно, Фэрфакс нелегко переживал то, что Эмилия Саутвейс, по недоразумению, попала в лапы медведя. А надо признаться, что Карлтон Саутвейс был недурным медведем. — Но вы всё-таки уйдёте со мною? — уверенно заявил Ван Брандт. — Нет, не уйду. А я думаю, что уйдёте. — Жизнь здесь очень легка и приятна, — решительно повторил Фэрфакс. — Я понимаю всех, и все понимают меня. Лето сменяется зимой, времена года представляются пятнами света и тени, словно перед вами изгородь, через которую проникают солнечные лучи. Время идёт, и жизнь проходит. А затем поминки в лесу и полная тьма. Прислушайтесь. Он поднял руку. Серебряная нить женской печали прорезала мёртвую тишину. Фэрфакс тихо начал подпевать. — Вы слышите? Представляете себя? Опечаленных женщин, погребальные причитания, меня с белыми волосами патриарха. Я завёрнут в звериные шкуры. Моё охотничье копьё со мной. Кто скажет, что это не прекрасный конец? Ван Брандт холодно поглядел на него. — Фэрфакс, вы сошли с ума. За пять лет такой жизни всякий ошалеет. А вы сейчас находитесь в нездоровых, гибельных условиях. А кроме того, Карлтон Саутвейс умер. Ван Брандт набил трубку и закурил её, из-под тишка наблюдая за собеседником. Глаза Фэрфакса сверкнули, кулаки сжались, и он привстал. Но затем его мускулы ослабли, он сел и задумался. Майкель, повар Ван Брандта, подал знак, что еда приготовлена. Ван Брандт движением руки отложил трапезу. Молчание тяжело нависло над ними, и он медленно вдыхал лесные ароматы, запах болот и увядших трав, смолистый аромат сосновых шишек и игл, и дым очагов. Фэрфакс дважды безмолвно поглядел на него, но затем не выдержал. — А Эмилия? — Вдова. Вот уже три года. Снова наступило долгое молчание. Наконец Фэрфакс с простодушной улыбкой нарушил его. — Полагаю, что вы правы, Ван Брандт. Я уйду с вами. — Я знал, что так будет. — Ван Брандт положил руку ему на плечо. — Конечно, знать ничего нельзя, но, я думаю, в её положении... Ей делали предложение. — Когда вы двинетесь в путь? — прервал его Фэрфакс. — Когда мои люди отоспятся. — Кстати, пойдёмте-ка поедим. Майкель верно сердится. После ужина, когда Крисы и канадцы, завернувшись в одеяло сладко храпели, двое мужчин сидели у тлеющего костра. Им надо было о многом переговорить. Политика, войны, научные экспедиции, подвиги и деяния людей, общие друзья, браки, смерти, словом, все события за пять лет, представляющие интерес для Фэрфакса. Итак, испанский флот был блокирован в Сантьяго, говорил Ван Брандт, когда молодая женщина легко прошла перед ним и остановилась рядом с Фэрфаксом. Она быстро взглянула на Фэрфакса, затем перевела тревожный взгляд на Ван Бранда. — Дождь вождя Тантлача, принцесса в своем роде, — пояснил, покраснев Фэрфакс. — Одна из причин, побудивших меня остаться. Тум, это Ван Брандт, мой друг. Ван Брандт протянул ей руку, но женщина не шевельнулась, сохраняя суровую неподвижность статуи, соответствующую всему ее облику. Ее черты не смягчились, ни один мускул ее лица не дрогнул. Она смотрела ему прямо в глаза проницательным, испытующим взором. — Она ничего не понимает, — рассмеялся Фэрфакс. — Ей в первый раз приходится знакомиться с моими друзьями. — На чем вы остановились? — А, да, и так испанский флот был блокирован в Сантьяго. Тум села на землю рядом с Фэрфаксом и снова впала в неподвижность, словно бронзовая статуя. И лишь глаза ее перебегали с одного лица на другое, выпытывая правду. Под этим немым, вопрошающим взглядом Эвери Ван Брандт стал нервничать. В середине оживленного рассказа о сражении он внезапно ощутил горящий взгляд черных глаз. Запутался и с трудом поймал нить своего рассказа. Фэрфакс, обняв руками колени и отложив трубку, внимательно вслушивался в его слова. Торопил, когда тот медлил или запинался, и рисовал себе картину того мира, о котором старался забыть в течение пяти лет. Прошел час, другой, и Фэрфакс нехотя поднялся. И так Кранье влопался. — Ладно, подождите минутку, я сбегаю к Тантлачу. Он верно вас ждет, и я устрою вам встречу утром после завтрака. Вам это удобно, не правда ли? Он скрылся за соснами, и Ван Брандт невольно поглядел прямо в горящие глаза Тум. — Пять лет, — подумал он, — а теперь ей не больше двадцати. Поразительное существо. Она была эскимоска, и можно было бы ожидать, что нос ее окажется совсем плоским. Но он не был ни плоским, ни широким. — Смотри, Эвери, Ван Брандт, перед тобой орлинный нос с тонкими ноздрями. Нос, какой бывает у леди белой расы, и, уж несомненно, есть капли индейской крови. Поверь, Эвери, Ван Брандт, и не нервничай, она тебя не съест. Она всего только женщина, и, к тому же, красивая. Тип восточной женщины, а не эскимоски. — Большие прекрасные глаза широко открыты и лишь слегка напоминают о монгольском происхождении. — Тум, ты редкое, выдающееся явление. Среди этих эскимосов ты чужая, хотя бы твой отец и принадлежал к их племени. — Откуда пришла твоя мать? Или твоя бабушка? — Тум, дорогая, ты красавица, ледяная застывшая красавица, славы Аляски в крови. — Прошу тебя, не гляди на меня, не старайся выпытать мои мысли. Он рассмеялся и встал. Ее настойчивый взгляд смущал его. Какая-то собака бродила среди мешков с провизией. Он хотел убрать их в безопасное место до возвращения Ферфакса. Но Тум, запрещая, протянула руку и, глядя на него в упор, встала. — Ты, — сказала она на арктическом наречии, общепонятном от Греландии до мыса Барроу. — Ты! Выражение ее лица пояснило все, что заключалось в этом ты. Это был вопрос о том, почему он сюда пришел, какое отношение имеет к ее мужу и еще многое другое. — Брат, — отвечал он на том же наречии, указывая жестом на юг. — Мы братья, твой муж и я. Она покачала головой. — Нехорошо, что ты сюда пришел. Я высплюсь и уйду. — А мой муж? — стремительно спросила она. Ван Брандт пожал плечами. В нем шевельнулось смутное чувство стыда. Стыда за кого-то или за что-то. И гнева против Ферфакса. Румянец залил его щеки при взгляде на юную дикарку. Она была истинной женщиной. В этом заключалось все. Женщина. Снова и снова та же проклятая история. Древняя, как праматерь Ева, и юная, как первый луч любви, блеснувший в очах молодой девушки. — Мой муж! Мой муж! Мой муж! — пылко повторяла она. Лицо ее потемнело, и в ее глазах он увидел неистовую нежность вечной женщины. Женщины-самки. — Тум, — серьезно начал он по-английски, — ты родилась в северных лесах и питалась мясом и рыбой, боролась с холодом и голодом, и жила простой жизнью. А на свете существуют вещи очень сложные. Ты их не знаешь и понять не можешь. Ты не знаешь воспоминаний об уюте далекой жизни и не поймешь тоски по лицу прекрасной женщины. А та женщина, Тум, прекрасна и благородна. Ты была женой этого человека, и ты ему отдалась вся. Но твоя душа слишком проста для него, слишком мал твой мир и прост, а ведь он пришел из другого мира. Ты его никогда не понимала и не сможешь понять. Таков закон. Ты держала его в своих объятиях, но сердце этого человека, радовавшегося незаметной смене времен года и мечтавшего о варварском конце, никогда не принадлежало тебе. Мечты, туманная греза — вот чем он был для тебя. Ты тянулась к манящему образу и ловила тень. Ты отдала себя человеку и делила свое ложе с призраком. То же случалось в старину с дочерьми смертных, когда боги находили их прекрасными. Тум, тум, я не хотел бы оказаться на месте Джона Ферфакса, чтобы в бессонные ночи увидеть рядом с собой не золотую головку женщины, а темные космы самки, покинутые в лесах севера. Хотя она ничего не понимала, но так напряженно вслушивалась в его речь, словно от нее зависела ее жизнь. Имя мужа она разобрала и воскликнула на своем наречии. «Да, да, Ферфакс, мой муж!» «Бедная маленькая дурочка, как он мог быть твоим мужем?» Но она не понимала по-английски и думала, что он ее высмеивает. Ее лицо пылало немым, безрассудным гневом самки, и ему казалось, что она, как пантера, готова к прыжку. Он вырогался про себя и стал наблюдать, как гнев ее угасал, и на лице появилось выражение мольбы. Мольбы женщины, забывшие о своей силе и мудро прибегающей к слабости и беспомощности. «Он мой муж», — кротко сказала она. «Я другого не знала, я не могла знать другого, и не может быть, чтобы он от меня ушел». «Кто говорит, что он от тебя уйдет?» — резко спросил Ван Брандт, раздраженный и обессиленный. «Скажи ему, чтобы он не уходил от меня». Мягко отвечала она, и в голосе ее послышалось рыдание. Ван Брандт сердито толкнул ногой головешку костра и сел. «Ты должен ему сказать, он мой муж. Перед всеми женщинами он мой муж. Ты велика и силен, ты видишь, как я слаба. Смотри, я у твоих ног. От тебя зависит моя жизнь. Помоги мне!» Он грубо поставил ее на ноги и сам встал. «Ты женщина, тебе нельзя валяться в грязи у ног мужчины». «Он мой муж». «Да простит Христос всем мужчинам», — пылко воскликнул Ван Брандт. «Он мой муж», — повторяла она умоляюще. «Он мой брат», — отвечал он. «Вождь Стантлыч, мой отец. Он правит пятью селениями. Я прикажу найти в пяти селениях девушку по твоему вкусу, и ты будешь жить со своим братом в полном довольстве». «Я отдохну и уйду». «А мой муж?» «Вот идет твой муж. Слышишь?»